Здравствуйте! Телевизионная информационная служба приветствует вас в студии Наталья Привалова. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях, происходящих на территории Лиманского района Одесской области, где активно ведутся деловые переговоры между руководством местных сельсоветов и представителями американской компании о реализации нового инвестиционного проекта в сфере альтернативной энергетики. Подробнее смотрите в сюжете наших корреспондентов. Альтернативный источник электроэнергии, возможно, появится в портопромышленной зоне Лиманского района. Ветрогенераторы предлагают установить американская компания «Энергетические ресурсы Украины». Ветро трубины мощностью 120 мегаватт на территории Сычавского, Визирского и Польского сельского совета. При этом они предлагают, кроме того, чтобы поставить трубины, ну и большую социальную помощь. Это ремонт дорог, строительство детских садов, школ. Причем они это будут делать до того, как начнут свои работы. Это уже вторая встреча Джеффри Бёрна, представителя компании «Украин Пауэр Ресорсис» с руководством трех сельсоветов. В этот раз был презентован проект размещения оборудования ветряной станции на местности. Обсуждались вопросы экологии, в частности, близость ветрогенераторов к Телегульскому орнитологическому заповеднику, а также социальная составляющая проекта. Руководство сельсовета в первую очередь интересовало экономическая целесообразность всего мероприятия для местных громад. Опыт установки ветрогенераторов на территории соседнего Новобелярского поселкового совета оказался не самым удачным. Оборудование установили, а станция так и не работает. Первоначальные цифры, которые они озвучили, тысячу евро за один мегаватт в год, я думаю, эти цифры, конечно, мы еще пересмотрим в пользу наших громад. Это хорошо. Рабочие места на первом этапе будет больше при строительстве, потом, конечно, в период обслуживания их меньше будет. Это особенно актуально для села Любополь, в связи с тем, что там есть трудовые ресурсы, но нет рабочих мест. Когда мы строим такие проекты, мы думаем не только о влиянии этого проекта на экологическую среду, мы также думаем о абсолютно положительном влиянии такого проекта возобновляемой энергии на громады, местные громады. И, как часто, реально нашу целью улучшить жизни местных громад могут быть разные программы разработаны и присоединены, так как, например, помощь молодежи, создание новых рабочих мест. Это также может быть помощь людям, нуждающимся в дополнительной поддержке. Учитывая заинтересованность сторон в сотрудничестве, эти встречи будут продолжаться. Есть много вопросов, которые, как говорят моряки, лучше обсудить на берегу. Земли, расположенные вокруг порта промышленной зоны Лиманского района, часто обдуваются ветрами в связи с постоянным перемещением воздушных масс вдоль лиманов. На протяжении года здесь много солнечных дней. Разумно, если природные блага послужат на пользу местным громадам. Масштабная работа по разъяснению особенностей заполнения и подачи декларации об имущественном состоянии и доходах граждан за 2017 год проводится Лиманской объединенной государственной налоговой инспекцией Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области. Эта работа важна еще и потому, что с 1 января 2018 года обновлена форма налоговой декларации об имущественном состоянии доходов. С 1 января началась кампания декларирования доходов граждан, полученных на протяжении 2017 года. В связи с чем Государственной фискальной службой Украины подготовлен план информационно-разъяснительной работы, который повсеместно, в том числе и в Одесской области, внедряется в жизнь. Какие цели этого плана? Это информационно-разъяснительная работа. Это обеспечение качественного проведения кампании декларирования 2018 года, создание комфортных условий для граждан, выполнить свои обязательства перед государством и обществом, которые прописаны Конституцией Украины, 67 статьей, частью 2. Это информирование общества о подаче декларации про имущественные станы и доходы, которые они получили в 2017 году. Соответственно, налаживание партнерских отношений между контролирующей службой и плательщиками, упреждение негативной реакции по поводу подачи декларации о имущественном стане и доходов плательщиков. Ну и, соответственно, создание имиджа и партнерских стабильных отношений у плательщиков к государственной фискальной службе Украины. Результаты информационно-разъяснительной работы, которую проводит фискальная служба, видны на простом примере. В Центр обслуживания плательщиков мы пришли в первых числах февраля. Это самое жаркое время, отчетный период. Но в помещении людей немного. Кругом разъяснительные стенды. Есть инспектора, которые на месте проводят консультации. У меня несколько предпринимателей. Мне часто приходится общаться с налоговой инспекцией. Работой налоговой инспекции очень довольна. Можно подойти проконсультироваться, можно по телефону позвонить, узнать. Мне очень все нравится. Я сдаю звиты, сдаю земельную налоговую декларацию. Девочки показывают, как заполнять, какие цифры надо выводить. И буквально, я вам скажу, за полчаса я уже все сделал. Вниманию плательщиков. С 1 января 2018 года обновлена форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Под эту категорию попадают граждане, которые согласно требованиям налогового кодекса, ст. 179, получали доход в 2017 году. И они обязаны подавать декларацию. А также плательщики, которые ведут независимую профессиональную деятельность, такие как нотариусы, адвокаты. И они должны подать эту декларацию про имущественное состояние и доходы до 1 мая 2018 года. Уплата по этим обязательствам должна пройти до 1 августа 2018 года. Есть такие граждане, которые хотят воспользоваться налоговой скидкой. Они в течение года подают декларацию до 31.12.2018 года включительно. Те граждане, которые хотят воспользоваться и налоговой скидкой, и обязаны по кодексу задекларировать свои доходы за прошлый год, они подают эти декларации до 1 мая 2018 года. Также хотелось бы озвучить, что физические лица предпринимателей, которые стоят на общей системе налогообложения, также третья группа единого налога, которые ежеквартально подают отчеты, они должны подать свои декларации до 9 февраля 2018 года, а уплату осуществить до 20 февраля. Плательщики 1 и 2 группы единого налога подают свои годовые декларации до 1 марта. А уплата проводится, как обычно, до 20-го числа ежемесячно. Также платильщики, которые зарегистрировали в Едином государственном реестре объявление о завершении своей деятельности, должны подать обязательно декларацию в течение 30 дней, с дня выхода этого объявления. Плательщики-резиденты, физические лица, которые собираются уехать за границу на постоянное место жительства, обязаны подать такую декларацию за 60 дней, которые предшествуют дню выезда за границу. Важно помнить, что если граничный срок подачи декларации попадает на выходной или праздничный день, то последним днём считается следующий операционный банковский день, который идёт после выходного или праздничного дня. Наш выпуск завершён. Телевизионная информационная служба Лиманского района желает мира и благополучия, успехов в делах и здоровья. С вами Наталья Привалова и я прощаюсь. До следующих встреч на этом канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова